Добрый день, меня зовут Сафронов Роман, я являюсь инструктором Центра развития личности Арканум. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о сифиротической магии, о ее модели, строении, о глубинном смысле сифир и арканов. Итак, в сифиротике есть одна из самых главных основополагающих вещей. Эта вещь называется гений Земли или сверхсознания. Все мы обладаем сознанием. Камень обладает сознанием, растение обладает сознанием, животное обладает сознанием, и, конечно же, мы обладаем сознанием. Но было бы странно не предположить, что есть что-то большее, чем мы. То, что в религии называется Бог, в науке называется вспышкой, большим взрывом, в магии обычно это называют сверхсознанием. Сверхсознанием могут включать в себя эгрегоры, меньшие сознания. Ну и, соответственно, за сверхсознанием идут еще больше и больше сознания. Представьте себе голограмму, представьте себе некий слайд, и вы поймете, о чем я говорю. В каждом кусочке слайда, в каждой голограмме на самом деле содержится уже информация обо всем этом слайде. Также и в нас. Уже внутри нас, внутри любой частички этого мира содержится информация о нас самих, о структуре всей Вселенной. Так вот, сверхсознание. Что же это такое? С точки зрения магии, это определенная волна, определенная частота. Для того, чтобы это было проще понять, можно сказать, что это энергия. Это нечто, что мы не можем пощупать, мы не можем почувствовать, точнее почувствовать мы можем через наши эмоции, но мы не можем до этого докоснуться и тактильно это почувствовать. Мы можем это осознать. И через наше сознание, через наши ментальные конструкции прийти к пониманию того, что действительно вокруг нас есть энергия. Мы не плотные существа, мы не твердое тело, мы что-то большее. В сифиротической магии сверхсознание называется гением Земли. Оно содержит определенную структуру, оно определенным образом работает, определенным образом движется к своему самосовершенствованию, тем самым двигая нас к нашему развитию. С помощью чего можно настроиться на сверхсознание, на вот этот гений Земли и как же его, собственно говоря, отображают. Для этого можно посмотреть на дерево сифирот. Это основополагающая вещь в сифиротической магии. Она как раз показывает, рассказывает структуру сознания гений Земли, или проще просто сознание Земли. Дерево сифирот состоит из десяти сифир, которые являются некими трансляторами, некими буферами энергии. Они накапливают энергию и дальше эту энергию распространяют. Распространяют эту энергию они по арканам и по каналам. То есть эти каналы называются арканами. Их 22. Почему 22? Потому что древние маги, в принципе, можно сейчас даже сказать, что это древние ученые, они, исследуя мир, выяснили, что основополагающих энергии вокруг нашего мира их всего 22. И они образуют определенную структуру. После глубоких медитаций, глубоких осознаний они нарисовали дерево сифирот, которое вы можете видеть, я думаю, уже в интернете, на любых картинках, на любых эзотерических сайтах есть единый поток энергии, единый первоначальный свет, некое высшее сверхсознание, которое создает вообще структуру мира нашего в целом. Этот единый свет заливается в сифиру кетер, самую наивысшую сифиру, первую сифиру, и через нее уже идет распределение этой энергии вниз с понижением частоты, соответственно, с уменьшением вибраций, и тем самым с распределением этой единой энергии, единого столба света на более низкие частоты с разделением этих частот на определенные значения, на определенные качества. Собственно, такая сифиротическая магия как раз изучает первое строение дерева сифирот и умение настраивать на ту или иную частоту, на те или иные каналы. В сифиротической магии это делается с помощью арканов. В арканах запечатлены определенным образом картинки, которые позволяют нам входить в состояние. С точки зрения, опять же, сифиротики, ну и с точки зрения даже уже физики, что такое вхождение в состояние. Это настройка на определенную частоту, на определенную волну. То есть тем самым мы можем назвать арканы настроечными таблицами, которые позволяют нам брать определенные состояния и транслировать их не только внутрь себя, но и вовне. Благодаря этим частотным состояниям, в которые мы входим, мы все больше и больше начинаем подниматься по частотам. Поднимаясь по частотам, мы все больше начинаем ощущать себя не физическим объектом, а энергетическим объектом. После того, как мы осознали себя энергетическим объектом, мы понимаем, что есть еще что-то большее. И уже в этом аспекте мы осознаем себя как некую ментальную структуру, некое сознание, которое управляет всем, которое создает все. И чем мы выше поднимаем нашу частоту, тем больше мы становимся, словно говоря, богами. Тем ближе мы к духу, тем ближе мы к тому сверхсознанию, которое создало нас. Скорее всего, вы спросите меня, зачем нам изучать сифератическую магию, зачем нам погружаться в эту традицию. Ответить на этот вопрос достаточно легко. Нам это нужно для двух вещей. Первое. В целом, вся природа наша и природа окружающего мира, она направлена на развитие, на эволюцию. То есть это естественное состояние, это естественный образ жизни, когда каждый человек, каждое существо на этой планете совершенствуется. Совершенствуется, значит, делается лучше, повышает свою частоту, опять же, с точки зрения физики. Это можно назвать так, повышение частоты. Это первый момент. Второй момент, он более прозаичен и более, наверное, понятен и интересен. Это достижение наших желаний, наших целей и жизнь в радости, жизнь в счастье. Получая на наши запросы мгновенные ответы от мира, мы счастливы. Решая те задачи, которые перед нами поставлены, мы также испытываем радость и счастье. То есть сифератическая магия позволяет нам в кратчайшие сроки решить поставленную перед нами задачу, достичь той цели, которую мы хотим, и также пребывать в гармонии с миром окружающим, быть в счастье и радости.